Ставрополь В частности, гости из Поднебесной хотят построить медицинский центр на КМВ. Его реализация станет взаимовыгодной формой партнерства, и правительство края готово рассмотреть различные формы для поддержки китайских инвесторов. Вторая инициатива – создать Ставропольский павильон на одном из рынков Китая, где будут представлены наши товары. По словам китайских партнеров, на фоне подъема отношений с Россией сейчас лучшая эпоха для сотрудничества. Сейчас мы хотим развивать наше сотрудничество в рамках концепции, которую предложил Син Зиньпин. Один путь – одна дорога. Это новый шелковый путь 21 века. Также нас интересует сотрудничество в сфере создания Центра китайской традиционной медицины, который бы дополнительно привлекал туристов на КМВ. Кроме этого, мы заинтересованы в экспорте продукции Ставропольского края, которая насчитывает более 2000 наименований. И это неудивительно. Ставропольская продукция намного экологичнее их местной. Сейчас у китайского правительства задача не только накормить граждан, но и обеспечить поставки качественных и полезных продуктов в страну. Именно такую продукцию готовы предложить представители ставропольских компаний. Любому производителю все-таки это расширение рынков сбыта. Численность населения в Китае очень велика, соответственно, емкость рынка очень большая. Для нас, конечно, это интересно. Ритм жизни Китая очень интенсивный. И мы выпускаем ту продукцию, которая сейчас интересна для занятых людей, для занятых хозяек. Это готовые мучные смеси. Ну, конечно же, наши макароны и изделия производятся из зерна, которые выращены на полях Ставропольского края, на экологически чистых полях. Компания уже поставляет товары в Китай, но пока только через посредников. Выходить на китайский рынок непросто. Трудности возникают как экономические, так и ментальные. Однако краевые власти готовы приложить все усилия для их разрешения. Эту позицию озвучил министр экономического развития Андрей Мурган на встрече китайских партнеров из ставропольского бизнеса. К слову, прошедшая встреча дала положительный импульс для дальнейшего развития инвестиционного потенциала Ставрополья. Мы давно ведем работу именно по экономическому сотрудничеству с Китаем. Вектор направления международного сотрудничества задает президент. А наша задача, в общем-то, выполнять и реализовывать уже в таких небольших, но реальных соглашениях. У нас представлены наши компании уже, кто работает на китайском рынке. Это наши производители муки, макарон, минеральной воды. У нас работает несколько предприятий, которые на территории края работают с китайским капиталом. Я думаю, что у нас есть интерес для сотрудничества, и мы его будем реализовывать. Сейчас край поставляет Китаю помимо сельхозпродукции, продукты питания, химической промышленности, минеральные удобрения, шерсть, а также монокристаллы и счетчики электроэнергии. Всего с начала года экспорт вырос больше, чем наполовину, по сравнению с первым полугодием 2015 года. При этом покупать мы стали меньше на треть. Сотрудничество с Китаем для Ставропольского края интересно как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения привлечения инвестиций. В планах создать солнечную электростанцию в Грачевском районе с использованием китайских солнечных батарей. Кроме этого, прорабатывается вопрос реализации совместного проекта по розливу минеральной воды. Ранее китайские партнеры заявили о готовности закупить 100 миллионов бутылок, произведенного в Кисловодске и Нарзана. А несколько дней назад с участием китайского капитала и технологии открылся кирпичный завод в Ипатова. В перспективе правительство края намерено наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства, пищевой перерабатывающей промышленности, коммерческой недвижимости, информационных технологий, а также санаторно-курортного комплекса региона КМВ. Не забывают и о культурном взаимодействии. С официальной делегацией в край приехал и национальный хор, который выступит на дне города Пятигорска.